Всем привет! Это был гожданный полный ролик про переход с вебпак 4 на вебпак 5. У меня была недавно такая рабочая задача. И сегодня я с вами поделюсь основными проблемами и прямо с примерами кода. И разберем, как их решать. Так вот, первая проблема, с которой вы столкнетесь, это будет npm-e. Вот вы напишите вот такую команду npm-e, а потом получите вот такой ворох ошибок. Почему так? Тяжело сказать, но на то иногда когда решить. Вы берете, сносите весь пакет джессон, когда-то себе взамен, там в блокнот, без разницы. Хоть выписываете физически, ну, хотя это будет как-то очень странно. После этого вы пакет джессон пишите npm, и там, ну, что нужно, там, в dev-dependence ставите в dev-dependence, что не надо, ставите в product-dependence. И все. После этого ваш файловый пакет джессон работает, пакет джессон лог тоже работает, все хорошо. И вы логичны, таким образом, прописывать команду, там, npm-e, start, npm-e, rank, там, какой-то там. И что происходит? Вы думаете, все запустится? А вот нет, совсем не так. Потому что вы любите в том, что самой команды, которая запускает, просто нет. Особенно, если с флочерами что-то связано, то точно будет ошибка. Вам придется переписать саму команду старта, ну, это буквально, там, минут 5, 5 минут, вы это переписали, все хорошо, как бы, что происходит дальше? Думаете, запускается? А вот нет, файл вебпака, потому что он устарел настолько, что вам захочется плакать. Вам вылетит просто, ну, а у меня, если ошибаюсь, сколько вылетело ошибок, я даже не помню. Ну, там было очень много, у меня там консоль была просто вся в ошибках, красная, и чуть-чуть самое малое с желтым. Что переписывать, на что надо обратить внимание во время переписывания вебпак-файла? Во-первых, не пытайтесь его улучшить, просто возьмите его как структуру, чтобы понимать, какой функционал вам нужен, и напишите его сами. Потому что переписывать вы, это будет вам больно, тяжело, вы этого не перенесете, скорее всего. Потому что я наступил на эти грабли, и потом понял, что нет, лучше просто написать с нуля. После этого, когда вы все написали, обратите внимание на то, что, например, у меня была использована библиотека PostCSS, и у нее был конфигурационный файл отдельно. И написано даже в самой библиотеке, в актуальной версии, что он может найти этот файл, он его должен искать автоматически, и не нужно указывать никакой путь. Я такой, ну окей, потом я заметил, что у меня вылетело там что-то в районе 20 ошибок, так я думаю, может проблема в PostCSS все же, ну... Попробовал прописать его, так скажем, онлайн, в вебпаке, все конфигурации, и что же, вы думаете, заработало? Он просто не видел этот конфигурационный файл. Итак, вебпак вы сделали, все, написали, проект запустился, возможно, там осталось пару ошибок, или желтых ошибок, красных, желтых, буквально чуть-чуть. Что делать дальше? Ух, ну дальше это еще не все. Многие библиотеки, что, например, у меня там писал Cypher 4, ну а актуальный Cypher 9. Понимаете, что опишите этих библиотек, ну, это как, не знаю, двойни родных каких-то человека, потому что, ну, много чего переписалось, много какого функционала переписалось. На примере свайпера будем говорить про то, что, как минимум, нужно было менять классы, структурные классы в разметке. То есть, там использовал свайпер-контейнер, свайпер-врайпер, а теперь используются свайпер и свайпер-врайпер. После этого нужно было менять JS-код. Что? JQuery, JQuery, потому что, ну, нормально, что есть JQuery, но проблема JQuery заключается в том, что многие библиотеки уже его не поддерживают. Например, если вы передаете JQuery-объект в свайпер, свайпер не будет с ним работать. Вуаля, пришлось переписать все слайдеры без JQuery. Что я для этого использовал, сейчас JQuery вам поможет, но учтите, за ним придется очень много переделывать. Но с ним все же лучше, чем с самими рутями. Идем дальше. После этого вы прописали, то все ли у вас заработает. А вот нет, потому что, как оказалось, чтобы работало, не знаю, у всех летов сайпер-дей, лучше использовать модули. Дальше. К примеру, это была основная проблема, которую я так и не решил, потому что там приходит и носбека, и сама разметка. Это Slim Select. Библиотека для того, чтобы делать выпадающие фильтрации, списки, выборы, разметка там поменялась просто невероятно. То есть, ну, я когда открыл, увидел документацию, открыл, увидел то, что у нас в проекте, я чуть-чуть ужаснулся. Потому что, еще потому что она приходит с бека. И, ну, то есть, нужно было переписывать пакеты, была ночью, как раз вот вчера. Я такой, надо решить эту задачу. Друг такой, и решил просто вернуть старую версию, которая работала. Слава богу, она совместима с другими, всеми. И поэтому проект заработал, все хорошо было. В целом, это то, основное, на что нужно обратить внимание при переделке слайдеров. Точнее, ну, слайдеров. Уже заговорились, какие-то ролики. Переходы с паками в пак 5. Вы видели здесь примеры кода. Пишите вопросы, которые у нас могли возникнуть. Я на них отдельно отвечу, либо в формате шорцев, либо в формате полноценных роликов. Ставьте лайк, если вам понравилось. Если понравилось, тоже можете поставить, но не обязательно. Подписка, и всем пока. Смотрите меня, лайкайте, и все, пока.